Всем привет, искатели! С вами Hs of Sin. Вы хотели узнать, как получить ачивку «Многолекая община» и собрать все облики, и я вам расскажу. В начале этого гайда мы поговорим про облики, которые необходимы для получения ачивки, а потом мы поговорим про облики, которые не нужны для получения этой ачивки, но дополнят вашу коллекцию. Итак, начнем. Облики, которые даются вам по умолчанию. По умолчанию вам дается 5 обликов, с ним ничего нельзя поделать, они у вас просто есть, поэтому идем сразу же к следующему пункту. Второе — это облики, которые можно получить из сундука в ходе вашего крестового похода. Из него могут выпасть рандомные облики, их целых 6 штук. Они могут выпасть у вас в любой локации, независимо от этой, собственно, локации, то есть хоть в топе, хоть в шелковой колыбели, а также из них выпадают облики локационные. То есть, соответственно, если вы будете находиться опять же в шелковой колыбели, то из этого сундука могут выпасть и как вот один из 6 рандомных скинов, также может выпасть и скины шелковой колыбели. Далее — это вариант приобретения скинов. Покупаются скины в разных локациях. Допустим, для чащи — это торпа паломников, для земноводий — грибной и грот, для топи — это убежище кандербандистов, а для шелковой колыбели — это пещеры Мидаса. Следующее — это спасение. Во время крестового похода вы можете наткнуться на ромбик с послушником, которого надо спасти. И если у послушника будет новый облик, которого у вас еще нету, на этот момент, да, после первых трех пунктов, то после спасения и вербовки он добавится в вашу коллекцию. Также можно купить послушника у паука Хеллоп. Правила будут действовать такие же, как и при спасении послушника. То есть все равно так же, если у вас скина нет, то он также вам добавится после того, как вы его завербуете. Следующее — это мини-боссы. Победа над мини-боссами дает его облик. В каждой локации есть целых четыре вида разных мини-боссов. Соответственно, за каждого мини-босса из четырех локаций мы получаем дополнительное сколько? 16 обликов. Правильно. Идем далее. Это уникальные облики, про которые, я думаю, имеет смысл поговорить отдельно. Первый облик — это Аксолотль. Чтобы его получить, нужно помочь смотрителю маяка починить маяк в тропе паломников. За это вы, собственно, получите этот скин. Краб. Чтобы получить его, нужно поймать бегающего краба в убежище контрабандистов. Марлин. Чтобы получить его, нужно рыбачить на тропе паломников на месте для рыбалки. И вам со временем выпадет этот облик. То есть я, честно, не могу сказать, через сколько рыб он вам попадет. Может быть, он попадет после первой, может быть, после пятой, но довольно быстро выпадает, то есть сильно париться с ним не надо. Дальше облик монстра. Довольно сложный облик. Для него, чтобы его получить, нужно в крестовом походе найти магазин гусеницы Ракшаса и несколько раз ударить его в большую улитку. Тем самым, начав драку с ним. После того, как вы победите Ракшасу, он вам даст алтарь, который необходимо построить в вашем поселении. После того, как вы построите алтарь в поселении, вам нужно ночью подойти к нему и помолиться около него. Соответственно, после этого вы получите скин этого монстра. Облик какашки. Это самое веселое. Для его получения вам нужно накормить ваших приспешников печеными экскрементами. Вкусняшки немоверные. Для получения скина потребуется довольно случайное количество этой амброзии. Составлять она может от 5 до 15 штук. То есть рандомно он может выпасть вам из 7 поедания, а может из 15 поедания этой амброзии вашими подопечными. Следующий облик это облик землеройки. Чтобы получить его, вам нужно на локации Одинокая хижина забежать за дом к Ресау и там будет лежать этот облик. Облик улитки. Чтобы получить его, нужно собрать 5 раковин. Это тоже довольно такой сложный облик. Его нужно немножечко подобъяснить. Нужно собрать 5 раковин, выпадающие из улиток. Улитки обитают чаще всего в локации земноводия и чаще. Далее, на локации Одинокая хижина, тропа паломников, гремной грот, убежище контрабандиста и пещера Мидаса нужно найти статую улитки и сделать подношение в виде ракушек, которые мы до этого собрали. То есть эти 5 штук. После 5 подношений мы получаем облик. Облик морской звезды. Чтобы получить его, нужно на локации пещеры Мидаса заглянуть наверх за груду золота, покопаться там маленько и, собственно, там будет лежать этот облик. Ну, на самом верху, я думаю, вы не ошибетесь, если будете искать. Там довольно быстро и не очень много груду золота, за которым можно зайти. Облик волка. Чтобы получить облик волка, нам нужно выполнять квест лисы, что довольно интересно, но тем не менее. квесты лисы можно найти на локациях тропа паломников, грибной грот, убежище контрабандиста и пещеры Мидаса. Вот так вот. Пещера Мидаса. Место квеста будет помечено полумесяцем. Выполнять его нужно ночью и за выполнение всех 4 квестов мы получим облик волка. Дальше белка. Чтобы получить облик белки, нужно во время крестового похода, как ни странно, убить белку. Ну, если вам непонятно, то когда вы заходите на локацию во время крестового похода, у вас иногда появляются какие-то мелкие животинки. Вот вам нужна непосредственно белочка. Ее вы убиваете, облик получаете. Следующий облик, который возникает, о котором возникает очень много вопросов, как ни странно, и очень мало ответов в интернете, это облик бабочки. Чтобы получить ее, нужно ночью в поселении ловить красных светлячков в нашем поселении. Поймать их нужно около 20 штук. То есть, это такие прямо летающие красные огонечки, их надо поймать. За одну ночь в это сделать, сразу же скажу, не успеете, потому что огоньков ограниченное количество. Я не считал, честно говоря, сколько. Ну, давайте скажу, что их где-то, может быть, 5-6, или около того, спавнится за один вечер. Соответственно, вам надо поймать около 20, это опять же рандом, у вас может быть чуть меньше. У меня получилось где-то после 20-го, я таки вытянул этот облик бабочки. Вот, то есть, если что, ловить их нужно ровно так же, как и пауков. Вы добегаете до него, нажимаете на, по-моему, ЛКМ, и ваш ягненок с очком ловит, собственно, этих бабочек. Ну, и последний пак обликов можно получить за слезы божества. У персонажа с тремя вопросами, называться он может у вас по-разному, то есть, как вы его захотели, так и назвали, но доступен он после прохождения игры, то есть, это после того, когда вы убили того, кто ждет. Не уверен, что этот пак скинов нужен для получения ачивки, но лишним он точно не будет. В общем-то, слезы божества наше все. За эти слезы божества в его рулетке вы можете получить эти облики. На этом все. Ачивка многолекая община получена. Вы великолепны. Ну, а мы продолжаем фестиваль обликов. Следующие облики для ачивки не требуются, а нужны лишь для вашей коллекции. Это первое. Облики боссов. Чтобы их получить, нужно пройти игру и убить главного босса того, кто ждет. За это мы получаем приспешника с его обликом. Для получения обликов епископов нужно повторно после прохождения игры убить боссов в локации. За это вы получите приспешников со скидами боссов. Но новым приспешникам эти облики выдать вы не сможете. Они уникальны, поэтому если вы стремитесь к уникальности вашего поселения, советую вам этих приспешников оставить. Второе. Это облики Баала и Айма. Чтобы их получить, вы можете посмотреть отдельное видео про ачивку материнской любови, которая есть на моем канале. Чтобы оставить этих уникальных приспешников себе, вам надо сохраниться до сдачи Баала и Айма их матери. После сдать их, получить ачивку материнская любовь и загрузиться обратно. Тем самым у вас будет и ачивка материнская любовь, и в вашем поселении останутся уникальные облики, а именно уникальные персонажи Баала и Айма. Их тоже нельзя раздать никому из ваших поселенцев, это тоже именно уникальные облики. Следующее. Это облики за покупку DLC. Но это самое простое. Покупаете DLC, а именно два DLC, это кульсист пак и херетик пак, и за это получаете 10 скинов, по 5 скинов за каждую DLC. Облики за фестиваль Кровавой Луны. Это довольно интересные облики, получить их можно только в период с 24 октября по 10 ноября. Ориентировочно это период Хэллоуина, для получения которых вам надо изгнать призраков ваших бывших последователей. После изгнания соответственно вы получаете три скина с вот этого события. Далее уникальный облик за предзаказ, который естественно получить уже вряд ли у вас получится, так как игра уже вышла давно, но тем не менее вот такой вот ктулху выдавался людям, оформившим предзаказ этой игры. Облики, раздающиеся во время мероприятий. На самом деле облики это громко сказано всего один облик зайчика, звездного кролика если быть точнее, он раздавался на сервере дискорд и во время мероприятия. Я не помню как оно называется, но тем не менее будет ли он раздаваться еще информации у меня увы нету, то есть кто успел тот успел, кто не успел тот не успел. На этом все, ачивки и уникальные приспешники получены, вы великолепны уже дважды. На момент написания гайда это все существующие облики которые есть в игре, если они будут добавляться, то постараюсь сделать видео продолжение. Всем спасибо за просмотр, с вами был Вечтавсин. Не забывайте заглядывать на канал, здесь еще много интересных видео по разным играм, ну и конечно же жду вас на стримах. Пока!